Всем привет! С вами Александра Стар, персональный фэшн-стилист, и сегодня видео про онлайн-шоппинг. Я уже это видео делала на английском языке, поэтому я решила его повторить, но сделать на русском языке и использовать другие вещи онлайн для анализа. Итак, давайте же вспомним, о чем было видео в прошлый раз. Мы говорили про онлайн-шоппинг и все его нюансы, как выбрать вещь онлайн, как не ошибиться с покупкой и как не потратить много денег, прежде чем вы получите эту вещь к себе домой, даже чтобы примерить. Поэтому давайте посмотрим, как же я выбирала вещи, какие вопросы я задавала самой себе, прежде чем даже добавить в корзину эту вещь. Итак, первая вещь, которую я нашла, это брюки. И первая из них это повседневные черные прямые брюки с разрезом от середины голени. Такой тип брюк хорошо бы смотрелся как на любом росте, так и на любой фигуре. Потому что за счет того, что они прямые и с разрезом посередине голени, визуально они очень удлиняют ногу. Также образу помогает обувь, которая очень была правильно подобрана к этому образу. Это туфли на небольшом каблуке, но с острым носочком, который как раз визуально хорошо вытягивает образ и дополняет, скажем так, этот разрез на брюках. Хотя, к сожалению, здесь не пишется длина изделия и также не пишется рост модели. Это большой минус, потому что это бы смотрелось странно. Если бы с моим, допустим, ростом метр восемьдесят, а эти брюки рассчитаны на девушку метр шестьдесят, то, конечно, они бы заканчивались не в том месте, где мне нужно. Переходим к следующим брюкам. Это кюлоты по типу paper bag. Paper bag кюлоты – это те, которые мы видим на картинке, они перевязаны пояском и как раз сидят чуть выше талии. Это не самый удачный вариант, особенно то, как эти брюки представлены здесь на фото. Мне это очень не нравится, потому что это очень сильно режет фигуру. Поэтому, девушки, пожалуйста, будьте внимательны, когда вот так вот одеваетесь. Я буду судить пока что по фото, вот как стилизировали модель. Это довольно, ну, не самый удачный, скажем так, вариант, потому что я вижу, что девушка не самая высокого роста. Хотя, да, метр семьдесят четыре, но за счёт того, как её стилизовали, она выглядит ещё ниже, просто потому что они добавили эти неправильные туфли, которые режут ей ногу. Если бы они одели сюда вот обувь с предыдущего образа, какие-нибудь лодочки, остроносы, там, желательно, не такие контрастные по отношению к цвету кожи, тогда бы образ бы вытягивался, и девушка бы выглядела гораздо выше. А так это очень сильно режет фигуру. А такой тип кулот как бы далеко не всем подходит, а особенно девушкам, у которых довольно объёмный низ. Поэтому он бы очень грузил, как бы, и плюс обрезал бы рост. То есть внимание бы ещё больше переключалось бы как раз на вот эту часть тела, где находятся кулоты. Также эти кулоты не подходят девушкам с объёмным верхом, потому что, точнее даже с объёмной груди, как у меня, например, то, потому что они как бы, из-за того, что они очень высоко садятся на талии, то просто не было бы пространства, скажем так, между грудью и талией. Если, конечно, у вас не высокая, скажем так, часть, то есть бывает у людей, что у них талия довольно высокая, то есть довольно большое такое пространство, соответственно, они могут носить широкие пояса и вот такого типа брюк. Следующая категория – это платья, и у нас есть, как всегда, два платья для сравнения. Первое платье – это бежевое платье по колено. Здесь есть очень такая интересная деталь, которая очень хорошо подчёркивает талию. Это такие вот два ремешка, которые начинаются как раз под грудью, и они идут накрест и хорошо утягивают, скажем так, талию. То есть такой вариант платья был бы просто идеален для девушек с более прямоугольным типом фигуры, у которых талия не ярко выраженная, и они бы хотели её подчеркнуть. Это был бы очень лёгкий и, скажем так, простой вариант, как это сделать. Также это очень уместен вариант для девушек с крупными плечами или с объёбной грудью, потому что за счёт воротниковой зоны и вот этих выточек, которые идут как раз под грудью с ремешками в районе талии, всё это очень стягивает как раз в центр тела и делает вас визуально меньше. Рост модели 175, у неё заканчивается платье чуть-чуть ниже колена, то есть, допустим, для меня, человека с ростом 1,80 м, то он бы заканчивался просто бы чуть-чуть раньше. Ну, соответственно, девушке ниже ростом он был бы чуть-чуть длиннее, но тогда помните, что и талия может садиться немножко ниже, не там, где вам нужно. Следующее платье для рассмотрения – это чёрно-белое, довольно коротенькое такое платье, выше колена. Что мне приглянулось, это вот такая чёрная полоска как раз в районе талии, она тоже как раз хорошо добавляет внимания, учитывая, что всё платье такое белое, и это такая широкая чёрная полоска как раз будет ещё больше привлекать внимание вашей талии, и поэтому, повторюсь, как бы для девушек с неярко выраженной талией это будет очень уместно. Здесь довольно хороший баланс между вертикальными и горизонтальными линиями для тех, кому очень важно скрыть какие-то недостатки. Переходим к нашей следующей категории – это юбки. Шёлковая металлическая юбка с асимметричным кроем. Я бы выбрала эту юбку, потому что у неё очень красивый цвет. Когда мы видим описание этой юбки, здесь сказано, что юбка выполнена из атласного трикотажа, соответственно, у неё будет такой небольшой блеск, хоть это сделано из полиэстера, а не действительно настоящего атласа, соответственно, цена была бы совершенно другая, но это добавляет вот этот блеск ткани. Как мы помним, цвет вещей онлайн обычно отличается от того, как они выглядят в живую, поэтому очень важно обратить внимание на состав ткани и её понятие того, как она будет выглядеть вживую. Но за счёт асимметричного кроя вся эта юбка очень выглядит современно, интересно. Это довольно хорошая база такая, и если она подходит по росту, что очень, скажем так, важно, то, в принципе, она довольно подходит большинства типов фигур, в зависимости от того, как вы её будете стилизировать. Поэтому этой юбке я говорю, да. Следующая юбка, которую мы рассмотрим, очень яркая и броская, она тоже терапециевидной формы и немножко длиннее. За счёт контраста между чёрным и зелёным, она очень будет привлекать внимание, и за счёт свежки с объёмным низом, пожалуйста, не берите эту юбку, она точно вам не подойдёт. Девушке с более объёмным верхом, это, в принципе, может подойти, хотя очень важно именно правильно её стилизировать, потому что тогда вам нужно, вот как на фотографии, девушка надела чёрную футболку на модели одета, соответственно, это будет скрывать немножечко верхнюю часть тела, но уравнивать её за счёт объёма в нижней части тела. Также эта юбка будет очень хорошо выделять талию, и потому что в ней такой вот контраст, а девушкам более низкого роста, тогда она будет и вовсе перекрывать лодыжки, будет слишком длинная, поэтому такая юбка была бы только уместна для очень высоких девушек, и я бы даже сказала стройных, потому что, а для девушек с большим размером, к сожалению, эта юбка будет очень громоздко смотреться, поэтому это тоже будет не лучший вариант. Переходим к следующей категории, к следующей категории, джинсовая куртка, которая сейчас очень актуальна, как раз та вещь, которую в первую очередь, в принципе, люди ищут онлайн. Её цвет довольно тёмный, соответственно, будет скрывать верхнюю часть тела, которая, допустим, в моём случае слегка крупновата. Это как бы моя цель. Хотя, конечно, карманы немножко отвлекают, потому что они будут добавлять акценты как раз в районе грудной клетки. Она держит форму как в плечах, так и в рукаве. У неё хорошая длина. Ещё один очень важный фактор, на который нужно обратить внимание, это рост модели на фото. За счёт этого вы можете определить, как она на вас будет сидеть, где она будет заканчиваться. Соответственно, на этом фото рост модели 180. Это как раз около моего роста. Я бы не сказала, что для меня это подходящий вариант, потому что я предпочитаю более длинные вещи. Но это мне даёт как бы направление, по которому я могу определить, подходит мне эта вещь или нет. Переходим к следующей курточке, которую бы я однозначно лично для себя не выбрала. Но она могла бы подойти более миниатюрным девушкам, у которых как раз рост позволяет для такой куртки. И тогда она будет заканчиваться ровно в том месте, где джинсовая куртка должна для них заканчиваться. Здесь есть две выточки, которые исходят от нагрудных карманов. И, допустим, если бы эта куртка по длине была подходящей для меня, то мне бы это очень подошло, потому что визуально оно бы всё скрасно. Пожалуйста, будьте внимательны, когда выбираете вещи онлайн, следите за всеми такими нюансами, которые прописаны в описании. Такие как состав ткани, рост, посадка вещей, её объёмы, как она стилизирована на фотографии, это тоже может часто помогать вам. Поэтому будьте внимательны, желаю вам хороших покупок и всем спасибо!